Российскому политзаключенному Ахтему Чиегозу исполняется 51. Почти год назад его арестовали по делу 26 февраля. Тогда около 10 тысяч крымских татар и сторонников целостности Украины на один день задержали сепаратистское решение Верховной Рады Крыма о проведении референдума. Ахтем Чиегоз на родине за решеткой. Его арестовали скоро и после 50-летнего юбилея. В свой 51-й год заместитель председателя Меджлиса встречает за решеткой. Из него готовят главного обвиняемого по делу 26 февраля, когда многим казалось, что митинг под Верховной Радой Крыма остановил сепаратистское движение на полуострове. Еще с юности Ахтем Чиегоз вступил в национальное движение. В Крыму его помнят по пешему маршу накануне 55-летия депортации. Тогда, в 1999-м, он не дал выступить на реквиме лидеру крымских коммунистов Леониду Грачу. Позже стал личным врагом главки милиции Анатолия Могилева. Вступил в противостояние с крымским бернкутом на горе Айпетри. Ахтем Чиегоз появлялся всегда, когда было наиболее трудно. Трудно на акциях, когда решение тех или иных актуальных вопросов заходило в тупик. Ахтем Чиегоз – бесстрашный человек. Он человек чести. Окупанты попытались реализовать все способы для того, чтобы он сломался. Ахтем выдержал. Особые слова благодарности родителям Ахтема Чиегоза. Это Зитулага Алия Абла. Отношение к Чиегозу всегда было неоднозначным. Даже в среде крымско-татарского национального движения его считали порой радикальным. Но это его и отличало. Неординарная личность – так его называют член Межлиса Эскендер Барьев. Чиегоз умел формировать команду, ибо в Чисарайске Межлис все годы до оккупации считался наиболее активным на полуострове. У нас были часто и разные видения на решение той или иной проблемы. Но я знаю одно, что Ахтем Чиегоз является патриотом своего народа. И в отношении него сейчас накоплена масса обвинений. Это говорит о том, что этого человека боится оккупационная власть. Ахтем Чиегоз – это один из замов председателя Межлиса Крымско-татарского народа, который, может, имел более принципиальную позицию. Он резкий и прямолинейный, так говорит о Чиегозе Юлия Тиченко. Эксперт Центра политических исследований впервые познакомилась с ним 10 лет назад на одном из тренингов. Вспоминает, Ахтем поднимал неудобные вопросы, говорил глаза и не боялся правды. И смотрит на вещи достаточно критичные. Думаю, что вот это его качество тоже играет с ним сегодня. Ну, в общем-то, сыграло не последнюю роль в том, что он сегодня фактически в местах несвободны. То есть это человек, который, ну, скажем, у него есть свой взгляд и он его открыто высказывает. Окупационная власть арестовала Ахтема Чиегоза 29 января. По его делу российские исследователи составили рекордные 24 тома и адвокатам дали всего 8 дней на ознакомление с делом. Ахтем Чиегоз сделал свой выбор. Выбор свободного человека. Где бы он ни находился, какие бы вот вся сложности его ни испытывал этот человек, он останется в истории нашего национального движения как герой. Но нахождением именно сейчас в тюрьме, именно страдая за все крымской оттаски народ, он все свои предыдущие страницы своей собственной истории он стирает. Он оправдан перед будущим, потому что он там находится за нас. За нас свободный Крым. И поэтому слава Чиегозу и слава всем тем ребятам, которые сидят, сидятся по обвинению 26 числа, по обвинению за 3 число. Неважно, все те, кто дома находятся от подписки о невыезде, все те, кто находятся в таком вот состоянии обысков каждодневных, в каждодневных мытарствах, хождением по ФСБ и по прокуратурам, всем вам слава, потому что вы настоящие герои для нас. Имя Ахтема Чиегоза редко звучит в украинских масс-медиа. Впервые на международной арене оно прозвучало на Всемирном конгрессе крымских татар в Анкаре в августе. А после начала гражданской блокады Крыма Чиегоз, как политзаключенный, стал в один ряд с Надеждой Савченко и Олегом Сенцовым. Эльвина Сидбулаева, Эльма Асасан, Ислям Пинка, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР.